так всем привет поехали ханука война света сегодняшнее занятие называется будем и обсудим насущные вопросы хануки а нет я хотела спросить что-то уже не привет вот ханука мы все знаем ее как бы атрибутику ее основные моменты минора значит пончики дрейдл всякая разная такая традиционная символика вот но нам нужно поглубже проникнуть вопросы относительно хануки и посмотреть ответ как-то бар лазар и слышал в россии говорил что маленькие дети они сладкие как пончики так бы их и съела потом они вырастают и ты думаешь блин что же их не съел вот это просто смешной про пончики и так чтобы разобраться с ханукой нам нужно задать четыре вопроса основные из них два два еще дополнительные и еще два дополнительных сейчас вы все увидите сейчас мы зададим несколько вопросов интересных и поймем что мы собственно празднуем так вот ну давайте первый вопрос это почему именно эту военную победу сделали праздник почему эта военная победа над греками стала таким праздником знаменательным ну давай ну что меньшинство победила большинство да 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 это уже ты добавляешь да про хану про ханукию про минору но в принципе да в принципе то что это была ну такая серьезная военная победа где маленькая кучка еврейцев такие 300 спартанцев они победили значит орду огромную вот но здесь можно задать вопрос очень простой а какие были еще у евреев большие победы кто помнит ну так накидаю просто была победа ну в египте понятно это победа была посерьезнее там целая целая страна самая сильная значит сгинула и были кроме хануки победы намного круче была победа например шауля с его сыном йонатаном над вражеской армией там их осталось 600 человек а в итоге просто йонатан со своим другом вошел со своим в общем еще с одним человеком они зашли в стан врага те не поняли что происходит испугались и друг друга все перемочили была еще победа царь из кияу там просто армия которая они все очень боялись но в итоге армия которая на них нападала в день перед нападением они в ночью все умерли просто вот и то есть это чудеса такие посерьезнее то есть в плане побед были победы такие покруче вот если мы празднуем эпичность этой победы то она в общем-то и вроде бы не была такой супер эпично и в принципе ответить легко да что же тогда мы празднуем вы вот это вот трактат шаббат он говорит что что произошло когда победили зашли в храм и вот этот пувшинчик масла который хватало только на один день он горел восемь дней и значит эти в это время сделали праздничный значит победы были еще а что мы тогда празднуем получается можно просто ответить победа еще раз вопрос первый почему эту победу сделали праздником непонятно потому что она была не самая крутая я вам еще сделаю таким маленький можно сказать спойлер это была вообще очень такая странная победа то есть вопрос можно ли праздновать день победы если ты очень быстро после нее проиграл там вот этим акабим которые собственно все это замутили они очень быстро ассимилировались и тору они очень быстро перестали соблюдать плюс храм был разрушен после этих событий буквально там через 150 лет вот и в итоге получается у нас праздника восстановление храмовой службы при том что нету самого храма вот такой вот вопрос до относительно этой победы то есть странно что мы празднуем победу nokia наверное мы празднуем тогда что мы празднуем чудо света чудо света обожает видео смотрим внимательно мне больше всего нравится мальчиком вот мы празднуем значит в этот праздник мы празднуем мы празднуем свет это праздник света праздник свечей тогда вопрос следующий почему только вот в этом вот году в 1164 до нашей в до этих новые как ее эры дней произошло вот это чудо почему она почему вот эти чудо со свечами произошло именно тогда почему именно в эти дни именно в эту победу они в какую-то другую почему что такого особенного в тех днях что именно тогда чудо со светом произошло почему там же были маковеи которые должны были осветить это да они зажгли но вопрос почему то есть это чудо могло бы произойти ну то есть чуть 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 в принципе в талмуде есть истории про чудеса какие-то со свечами и со много других военных побед тогда вопрос почему именно в эту военную победу бог сделал вот это чудо со свечами вот и это второй вопрос который нам нужно здесь повесить есть еще вопрос почему талмуд он вообще не говорит о военной победе при этом но это интересный такой вопрос представьте до подол например вот это если бы мы с вами захватили подол то есть мараша против 25 тысяч людей вот так то есть победа вот такая вот эпичная но при этом что интересно талмуд когда он пишет про свечи ну в общем про все что происходило он вообще не затрагивает вопрос победы вот а победа реально эпическая и просто если сравнить до чудо свечей с вот этим чудом победы над огромной армией победа эпичнее но она опять же не самая эпичная очень правильно по настоящему про хануку много вопросов что собственно празднует вот да на контрастах так что из этих историй было круче в общем и того почему именно эту военную победу сделали праздником мы говорим из-за света и тогда главный вопрос в принципе на который мы будем сейчас отвечать это почему только в хануку произошло чудо со светом почему талмуд вообще не упоминает войну и почему сидур пишет наоборот только про свечи не пишет про войну это дополнительные вопросы основной вопрос нас почему именно хануку произошло чудо со светом и еще это бонус уже в этот год я добавил еще два дополнительных вопроса посмотрим в конце может быть мы успеем не успеем но просто на подумать тоже интересно вот что за чудо свечей такое больно вообще то есть были чудеса какие было красное море было что было вот эти победы над армиями в талмуде куча чудес вся тора второе было куча чудес тут в принципе ну горят свечи вот это чудо прям вау ни разу не видел как свечи горят ну то есть там как горит лампочка ну классно ну и в чем ну то есть она просто горила подольше то есть когда из лампочки знаете вот из такой с этим с как это не светилем вот этой спиралью сделали эту лампочку такой вот не накаливание вот она горит дольше то есть в чем больно такое чудо что прям вот такой целый праздник установили с законами вот и второй и второй еще момент это что по-настоящему в хануку есть еще третье чудо про который очень мало кто знает что хануки в принципе возможно не должно было быть не потому что греки могли бы не дать а потому что в одно время после того как ее установили сами мудрецы думали ее отменить но об этом моменте мы может быть поговорим позже вот теперь чтобы ответить почему именно в этот праздник есть чудо со светом нам нужно ответить нам нужно будет ну здесь будет три ответа как бы три концепции которые дадут нам все ответы на прошлый вопрос это три вопроса кто такие греки какие виды чудес бывают и что я должен сделать чтобы превзойти свою природу и побороть свою привычку свое это свое злое начало чтобы победить что я должен сделать три вопроса кто такие греки какие виды чудес есть и как преодолеть себя вот эти три вопроса не дадут нам ответы и про хануку и про свечи и про свет и всю концепцию хана давайте кто такие греки чем они супер известны знамениты концептуально в чем была их основная философия такая мейнстримово там был культ типа как сказать не типа внешности до обличия типа человека скажем так я где слышал песню культ тела в такси где-то вот у них был культ тела можно сказать вот греки да это эстетика значит красота такая колизей драма театры цирки хотел сказать они служили тоже типа было очень важно там типа разная сила и типа цирк имеется ввиду то что они там прям типа пытались показать все из себя то есть типа тоже не там типа дрались с этими животными всем типа вот мы прям типа вот такие вот там да да там именно была вот сила такая именно акцент на мать ну на материальность скажем так они служили природе атлеты были священниками а гимназии была их храма если кто помнит я кстати учился в заведении которое называлось третьей гимназии но когда перед тем как я давал вам курс когда-то по том о том какие ценности дал иудаизм миру в течение когда я набирал про него информацию я знал что слово гимназия происходит от слова гимназ что значит гимназ гимна значит голый вот тоже так интересно на заметочку вот то есть как там учились можете себе представить теперь дальше что еще греков интересно колизей да по скромным оценкам за все свое существование там погибло около 400 тысяч людей более миллиона животных вот теперь то есть греки это вот тут мне нравится ханука очень подходит под вот этот курс который мы с вами делали и будем еще закончим про то что мы говорили с вами про физика про подход детерминизма материализма и про подход того что есть причина всех причин бог надо всем этим материальным миром так вот греки они максимально олицетворяют вот эту натуралистическую такую философию это материализм детерминизм физикализм наука в принципе появилась тоже из того что греки перешли больше в количество чем на качество и начали считать сравнивать вот и вот эта война это был не просто бой слабых против сильных тут важно понять концепцию которая стоит за каждым из этих народов и тогда мы поймем важность победы в хануку это была победа совершенно необычная это люди которые всю жизнь боролись с природой со своим вот этим natural со своим злым началом со своим со своей какой-то приземленностью в каком-то плане с телесностью и хотели стать более божественными и хотели стать super natural то есть это сверх природная нация которая вся появилась по необычным в необычных условиях там все праматери были бесплодны как известно изначально через чудеса через бога через удивительные события и до сих пор евреи живы это тоже еще одно удивительное невероятное событие они вот эта нация которая всю жизнь стремилась стать и вся идея стать super natural и связаться с этой причиной причин которые над этим миром они столкнулись нации которые круче всех воплощает идеи что в мире работают только причинно-следственные связи тело тело то что можно потрогать то что реально и то есть получилось получается в этой войне сталкиваются две самые самые те кто больше всего в идеологии на контрастах с еврейским подходом с ними и столкнулись евреи вот в этой войне и греческий подход это мы тоже вот в этом курсе в прошлом с вами уже это обсуждали да что есть только природа ограниченные материальные причины и следствия все можно исследовать все понятно все известно квантовый эксперимент они не знали как работают органы чувств они не знали откуда берется форма и материя то что мы с вами обсуждали они тоже не очень ну это они обсуждали но как бы вот до тех концепций как мы с вами разложили они то есть все и все работает как вы помните да то что мозг да если человека засунуть в компьютер то тогда можно точно знать что ты сделаешь если птицу засунуть в компьютер да никто не знает в принципе она полетит налево или направо но если мы сделаем достаточно хороший компьютер то можно будет точно прочитать какую сторону сейчас повернем вот примерно примерно так что нету никакой свободы выбора и чего-то такого теперь еврейская штука в том что причина любого всего находится вне этой вещи она всем драйвит этот мир безграничен возможности безграничны и вне этого мира есть есть бог к которому мы стремимся то есть столкнулись две максимально противоположные концепции интересно один мидраж он пишет что хашеха зу явно что тьма это греция и также написано что свеча это заповедь и тора это свет то есть свет который освещает тьму то есть это самая такая еврейская война война света и тьмы а теперь давайте чтобы понять увидеть это в деталях что греки запретили евреям тогда мы сейчас прям увидим в запретах греков что ну вот как раз чем был конфликт что запретили да кто говорил шаббат шаббат правильно юля юля привет шаббат обрезание обрезание что еще изучать тору в целом изучать тору да но она в эти три не входит ну да да это запрещали но она не входит вот именно вот три конкретного запрета что еще о я например месяца да да освещение нового месяца вот теперь вопрос почему то есть ну есть там заповеди я не знают фили надевать да например важно есть праздники отмечать есть разные есть вещи почему например именно то шаббат обрезание вроде бы еще как-то ну важные заповеди но освещение нового месяца ну как бы почему вот из всех вещей в торе они прикопались именно вот к этому что там типа вот обновилась луна и сейчас начинается новый месяц ну кому это вообще важно и вот они да или это было не вопрос да 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 отвечать там же тем что они вроде бы шли типа по другому типа времени и они типа не хотели чтобы у них там были свои типа правила блин я не помню как это типа точно объясняется надо типа то что они шли по другому типа времени и там из этого них были конфликт может быть тоже но я сейчас покажу вот именно со стороны конфликта вот этого материального подхода и супер-нэтчерл подхода что мы верим что что есть бог в мире который находится над ним и так что они запрещали как вы правильно сказали шаббат почему они запретили шаббат тут просто вообще вот это я слушал когда эту лекцию раввин который рассказывал он еще такой харизматичный очень я прям просто угорал переслушивал значит он рассказывает тогда шаббат мы читаем кедуш что там кедуша написано в кедуша написано что бог завершил на седьмой день делать свой труд отдыхал от труда который делал то есть он создал все небо и землю и значит осветил он седьмой день и отдыхал от всего труда который он делал то есть иными словами скажем это по-другому что наш бог закончил делать вашего бога и отдыхал вот это как бы проблема которая была у греков с чем с шаббатом то есть принципиально философская проблема неразрешимая для них противоречия поэтому они запретили шаббат потому что весь шаббат это свидетельство о том что есть бог который над природой поскольку греки больше всего верили в причинно-следственные связи простые и в природу как следствие шаббат им мешал больше всего следующий момент сейчас у меня тут вылезла неудобная штука следующее что они запретили обрезание почему они запретили обрезание ну в принципе сказали да что тело оно совершенно совершенство находится не где-то там не не в духе там допустим да оно находится в теле природа идеально значит и тело идеально и есть один особенно важный орган вокруг которого у них много крутилось и тут приходят евреи и вот и тут возникает проблема тут возникает у греков серьезная несостыковка вот это как взять у египтян зарезать их вот эту овцу там который овцу которую они не убивали никогда искать вот этот наш ваш бог для нас омерзители вот кстати вопрос вопрос вот считается что ну там почему тогда женщины осуждают за то что они себе модифицируют внешность а сами себе евреи все позволяют модифицировать женщины осуждают и евреи позволяют у евреев в принципе не можно не но и не ями ладно может быть не так сформулировал но я имела ввиду что это действительно как бы такое глобальное вмешательство тела пластическую хирургию когда она необходимо ее можно делать по причине что как это называется к вода бреет то есть что человек должен если его что-то сильно фрустрирует и напрягает и дискомфорт ему доставляет в этом плане то это почему было задумано так что всем мужчинам обязательно вот делать вот эту операцию по сути дела что как бы да типа в природе не считается что действительно твое тело как бы каким оно было придумано таким и но и должно быть ну типа я бы я понял твой вопрос в принципе у меня был целый урок я на эту тему я даже не знаю но это просто займет какое-то какое-то время зачем нужно обрезание в чем его в чем его смысл какой-то один из смыслов сейчас я подумаю что тебе сказать в принципе идея вся в том что а это завет между человеком и богом это а б что это одна из самых сильных злых начал ну как бы неудержимых страсти особенно в мужчине поэтому там делают брит и это то что человек вся идея это в том что как раз греки говорили ты совершенный как ты создан а еврейская идея в том что ты должен себя усовершенствовать раскрыть свой потенциал вот и бог как бы сделал какую-то там штучку и он же сам сказал его убрать вот так же еще это аллегория также еще это аллегория на что написано что когда придет например наступит конец дней придет мышеев что всевышний он обрежет пелену с наших сердец вот у нас часто восприятие есть как бы такая как пленка что ли да то есть это ну это опять это аллегория как бы это разумеется не какое-то прямое сравнение но что вот это вот внимательность чуткость ощущения они притуплены и мы не воспринимаем не воспринимаем мир но есть еще вот такая отсылка там достаточно очень много пунктов на эту тему я не знаю нас как бы с нам женская аудитория урок по обрезанию я не знаю если есть смысл делать так это что это тут про обрезание нашел когда забавное видео тут ладно конец просто покажу тут смешно значит бежит делать все это видео очень-очень веселая и я его помню ты хочешь сначала включить такое типа наркоманская да я помню еще с прошлого года ну ладно я просто не хочу его долго это долго это обращать внимание просто смешно он бежит делать это обрезание в конце там какие-то перцы режут значит вот и грекам все это не нравилось значит и что наконец третье греки запретили евреям это было у нас освящение нового месяца так в чем проблема с этим проблема с кедуша ходишь она в том что мало того что вы говорите что ваш бог создал нашего бога и и он над ним владеет над природой мало этого этот бог он еще вам отдал в руки власть управлять нашим богом ну это вообще трэш вот то есть поскольку еврей еврейский месяц он начинается как приходит два свидетелей от месяц как вы помните наверное вот с последней игры он может быть 29 30 дней это зависит от того когда свидетели засвидетельствовали новую луну и пришли в бейс в суд получается что евреи влияют на то когда начинаются месяца получается они меняют как бы саму природу это было грекам совершенно неприемлемо вот эти три идеи выносили грека мозг и они им запретили запретили евреям эти три вещи именно по этой причине греки поняли что мы отрицаем все что они ценят и все суть этой войны что это война natural против super natural и не было более идейно выраженной войны более подчеркнутой характерной такой еврейской войны которая то есть в этом плане греки они максимально контрастировали вот вопросах данного мировоззрения с евреями вот и поэтому это то есть я прошу прощения у меня вопрос да ты говоришь не было более еврейской войны не принимала что принимал принимала участие не такое большое количество евреев ведь это была маленькая армия большинство евреев ассимилировались и все-таки стали так сказать на сторону греков почему же тогда мы называем это супер еврейской борьбой мы называем ее ну супер еврейской борьбы потому что в принципе победили те кто на тот момент не ассимилировались вот и ну идея была ну да тогда многие ассимилировались это да но идея как раз в том что благодаря тем людям которые тогда не ассимилировались и войну эту вели и свечи в храме зажигали они как бы являются вот этим вот лучиком который сохранил вот эту вот иную философию чем греческая и благодаря вот этой победе мы до сих пор ее нанесем дальше но это было меньшинство да это это понятно но остальных просто с нами как бы нет вот и поэтому это называется война света то есть это война за идеи всевышнего и то что над этим миром есть что-то что им управляет жизни есть смысл в жизни есть какая-то направленность в жизни есть путь происходит все не просто так против простого вот этого детерминизма физикализма и за совершенстве тела материализма это был первый вопрос война natural против супер natural значит в чем фишка греков в чем фишка этой войны второй вопрос это какие виды чудес есть в мире есть мяс Miguel есть принципе две категории чудо и что такое чудо это событие с нарушенной математической вероятностью вот то есть какая вероятность там что этот телефон полетит вверх сейчас до или никогда я вот пущу но не очень большая то есть это было бы событие с нарушенной математической вероятность вот ну и так дальше можете выдумывают любые такие события вот то есть да Например, какие шансы, что два кубика упадут сто раз двумя шестерками? Это какие-то нулевые. Если они столько раз выпадают, такая нарушенная математическая вероятность, это значит, что мы понимаем, что здесь либо они намагничены, то есть есть вмешательство, либо если они намагничены, то есть какое-то внематериальное вмешательство, потому что иначе это просто невозможно статистически. Теперь насчет видов чудес. Была такая дочь Раби Ханины Бен Доса. Тогда использовали в жизни просто свечи для освещения. Это в Талмуде. И она зажигает свечи, а потом оказывается, что она зажгла уксус. А уксус принципиально не горит. И она очень сильно перепугалась. Но она смотрит, происходит реально невозможно. Она смотрит на эти свечи, они горят, а там не масло, там уксус. И тогда она папе говорит, папа, что-то происходит вообще, что происходит, я не понимаю. И папа ей говорит такую вещь, что он ей объясняет, что смотри, ты просто привыкла, что масло горит. И поэтому думаешь, что это нормально. А когда уксус горит, ты думаешь, что это ненормально. Но, в принципе, мы не знаем, почему одно горит, а другое не горит. Почему это в формулахимическое горит, а это не горит. Поэтому Бог, который сказал маслу гореть, он же может сказать уксусу гореть. Есть просто вещи, к которым мы привыкли, и их мы называем не чудо. А есть, к которым мы не привыкли, которые математически не бывают, маловероятны, как с уксусом. Поэтому мы считаем, что вот это чудо. И это вид чудес, которые выходят за математическим выживанием евреев. Что-то, что выходит за математическую вероятность. Но по-настоящему есть второй вид чудес. Это вид чудес, что, в принципе, то, что уже про уксус сказал этот мудрец, что, в принципе, все, что происходит, это в каком-то плане чудо. То есть, например, почему масса создает гравитацию? Я неправильно написал. Почему одна химическая формула превращается в воду, другая в камень, третья в ЛСД, а четвертая в клетку человека? Почему один электрический сигнал дает слух, а другой – зрение? Хотя это одинаковые электрические сигналы, все одинаковые молекулы. Это мы с вами обсуждали тоже недавно. Это никто не знает вообще принципиально. Мы можем только констатировать факт. И мы просто к этому привыкли и думаем, что вещи, как они все время работают, это нормально, это не чудо. И так и должно быть. Но по-настоящему то, что вещь повторяется постоянно, это не значит, что она неудивительная и нормальная. Все, к чему мы привыкли, мы называем привычным, нормальным и естественным, но так ли это по-настоящему? И в Иврите вообще нет слова «чудо», в принципе, есть слово «нес». А «нес» значит «знак». «Знак» – это означает, что… Ну, такой знак, смотри, все в мире чудо. То есть, например, мы привыкли, да, что мы все живем, да, нормально, а вот это вот что такое, да? Помните? Вот какие-то миллиарды, миллиардов вот таких астральных штук происходят у вас каждую секунду. Но вы к ним не привыкли, вот вы смотрите, вообще, что это такое непонятное, вообще кто-то выдумал, что-то нарисовал, непонятное чего не существует. А это происходит постоянно. И человек, когда первый раз видит, он такой, вау, это прямо удивительно. А потом, когда он все время чем-то занимается, для него это перестает быть удивительным. То есть, вопрос, получается, что вещи привычные, они такие же чудесные, просто нам мешает им удивляться то, что мы к ним привыкли. Вот и все. Гравитацию никто ни разу не видел. Никто никогда не видел гравитацию. И причина в итоге, почему все каким-то образом работает или гравитация, потому что Бог говорит «вниз, вниз, вниз». Вот и все. Даже тому, что ты проснулся сегодня, у тебя не может быть natural объяснение, или почему ты родился в это время, в этой семье, в этой стране с такими-то качествами. Ну и так далее. В общем, есть два вида чуда. Есть как бы чудеса, которые редкие, а есть, которые происходят всегда и везде, и постоянно. Просто мы к ним привыкли. Вот, тоже негреческий подход. И третий вопрос, который нам нужно обсудить, чтобы развернуть Хануку до конца, это как душа может победить тело. Человек. Это соединение, тоже мы с вами обсуждали на том же курсе, это соединение души и тела, есть в нем материальное и духовное. И вот на этом контакте, на связке двух вот этих вещей, не вещей, но двух вот этих вот, находится человек. Вот. И живет он вроде в теле, но душа стремится куда-то вверх, в большем, скрывать какой-то потенциал, она может говорить о Боге, о добром, вечном. Вот. И душа и тело, они совершенно разные. Душа стремится стать лучше, выше, добрее и сильнее. Тело хочет спать, есть, размножаться, лениться, скучать, гидонистировать, как только можно, гидонизировать. Гидонизировать и не выгидонизировать. Оно хочет, что еще. Ну, вы поняли. Вот. То есть первое отличие тела и души принципиальное, это духовность и материальность, это противоположные вещи. Второе. Есть такая притча интересная, Рамхаль приводит, что это мудрец такой еврейский, известный. Он приводит, что тело и душа, они как крестьянин и принцесса, что если они вступят в отношения, то у них быстро начнутся супружеские проблемы, потому что она же привыкла к ламборгини, а у него как бы топ мечта, это чтобы огурцы на грядке взошли вовремя. Вот. И он сколько ей эти огурцы не будет пихать, этой своей принцессе, она этим не будет удовлетворена никогда. Вот. И в этой притче, то есть тело, оно как этот крестьянин, а душа, оно как эта принцесса, что материальным душу не удовлетворить. Это отличие тела и души. Духовное и материальное. Второе отличие – это душа тихая, а тело громкое. Душа, она так… Ну вот классический пример про холодильник. Вот пончик в холодильнике лежит, ты туда ночью пробираешься, свет из холодильника озаряет твой бледный сонный лик. И ты думаешь, и такой тонкий голосочек, что ну не надо, может быть, может быть, чуть-чуть диета там какая-то была. А тело, оно ведет себя по-другому. Оно громкое, оно кричит, оно орет. Это голос очень громкий, оно говорит «Я хочу». И когда у нас часто, ну не всегда, но часто, когда диалог в голове идет, что как бы «Я хочу», это часто, скорее всего, говорит больше, злое начало или как бы телесная часть, вот это «не надо», вот это. Душа, она так не разговаривает. Она разговаривает больше через «ты», как-то вот с третьего лица, ну то есть как бы с позиции извне, и так тихонько, так может не стоит. Вот, а тело, оно очень громкое. Вот он, вот она рыбовые мечты, вот она, вот она. Яс, ребята, яс, здоровенный, здоровенный, яс, яс, яс. Эхо гуляет по Яхаринскому озеру. Мама, камера садись. Вот, примерно такая разница между душой и телом, если доводить, да, так, показывать на пальцах. Вот, и такая же параллель есть Тора против, духовная Тора против мощи материи, евреи против греков, соответственно. Natural против, supernatural против natural. Примерно такая же параллель, да, или вот Давид с Гольят, примерно такая же история. В Пиноккио прикольно та же история есть. Помните, там у него как бы за его телесную часть выступают вот эти вот какие-то там разбойники, такие там пошли, там на остров развлечений, удовольствий. А все время весь фильм с ним вот этот вот ходит маленький сверчок, которым там на ухо пи-пи-пи, там, может не надо, они плохие. Он там, вон куда-то там в итоге улетает в лужу, да. Примерно вот так вот мы слушаем наш добрый голосок. Вот, это разница между душой и телом. Окей, это я думаю просто хочу. Это просто фотку прикольно нашел. Так вот, теперь возвращаемся к этой удивительной победе маленьких над большими. Так как же вот эта маленькая, тихая, духовная, тонкая душа, она может победить вот это огромное тело, которое требует, хочет. Ну вот реально, тело оно такое, что ты проснулся, значит, хочу еще спать. Ну и что ты делаешь? Спишь еще. Потом ты, если таки проснулся, хочу сейчас ехать. Ты в принципе, мы занимаемся, смотрите, мы сколько там, процентов, ну минимум 50-70 времени занимаемся тем, что мы обслуживаем тело. Мы его кормим, ходим в туалет, то есть, ну и большинство людей, они как бы ассоциируют себя с этими делами, что сейчас его надо поразвлекать, посмотреть там фильм, да. Сейчас надо, то есть мне, мне нужно посмотреть, мне нужно сходить в туалет, а сейчас надо проснуться, а потом это. Но в принципе, если посмотреть на это с точки зрения духовной, с точки зрения души, то мы в принципе обслуживаем все время тело. В итоге время на какое-то самосовершенствование на себя, на Тору остается не очень много, потому что нужно сколько там, процентов 30-40 жизни просто спать, да, потому что тело хочет спать. Еще процентов 10 времени, наверное, жизни нужно есть, да, ну это я не знаю сколько, но вы понимаете, да. В итоге там на что-то доброе и вечное остается времени недолго. Так вопрос, вот это тело тяжелое, мощное этого огромного сумоиста, как эта маленькая тонкая душа может победить. Есть такой Рабби Мэндл Зварис, он, по-моему, из направления мусар был. Как тихая душа может победить? Он пишет примерно такую вещь, как она может переключать это тело. Чудом, встроенным в фабрику вселенной, как раз тем видом чудо привычным, к которому мы с вами привыкли, но по-настоящему это чудо. Значит, идея такая, каждый раз, когда ты пытался что-то сделать, что-то в себе поменять и не смог, это не провал. Почему? Потому что есть супер принцип. Каждый раз, когда ты изо всех сил старался и не смог, это как масло, которое капает, оно наполняет сосуд. Ты попробуешь еще и еще, и в один день оно перельется через край, взорвется и осветит все. У души по материальным закономерностям, в соответствии с ее размерами маленькими и тишиной, у нее, в принципе, нет теоретически шанса тела победить. Победить злое начало. Но все вот эти маленькие даже провалы, которые копятся, они по-настоящему доливают масло и в итоге они дадут победить ЕСРРА. Значит, это идея. Сейчас мы ее немножко расшифруем, о чем здесь речь. То есть это чудо, это вторая категория чуда, вот это встроенный богом такой, который нам кажется обычным, лайфхак, фабрику вселенной, что если ты постоянно что-то повторяешь, то у тебя получится. Значит, есть какая-то притча, что люди увидели, что человек с каким-то очень маленьким молоточком стоит на дороге и пытается разбить огромный такой булыжник с каким-то очень маленьким молоточком. Ну и все ходят, над ним смеются. А он бьет, 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 бьет. Там даже трещина не появляется. Он все бьет, бьет, но он уже начинает отчаиваться. Но в итоге он уже так последний раз просто так бьет и весь камень рассыпается. Значит, на что это притча? Мы часто в жизни пытаемся что-то достичь. В принципе, все хотят в жизни, если он не буддист, то он, в принципе, хочет что-то достичь. Что-то в себе поменять, что-то улучшить, что-то, я не знаю, получить какую-нибудь оценку в школе, потом диплом в институте, какую-то работу, какую-то зарплату, какую-то, я не знаю, мужа или жену, какую-то должность, какой-то ранг, сан, какой-то уровень в Торе. То есть неважно, мы все к чему-то стремимся, мы все стремимся к каким-то целям. И не получается, не получается, не получается, не пробивается, ничего не работает, ничего не работает, ничего не работает. А потом раз, в какой-то последний момент, вдруг все, ты пробиваешь эту цель и получаешь результат. Вот это и есть это чудо, встроенная фабрика вселенной. Теперь, когда все люди обычно отчаиваются? На каких моментах люди обычно отчаиваются, когда что-то начинают делать? Уже почти перед самым финишем. Я думаю, что есть три варианта. Первый вариант, когда люди останавливаются, это не начиная, в принципе. Ну, то есть, типа, что мне пробовать? Даже можно и не пробовать. Второй вариант, это он немножко попробовал, и ой, не мое, не буду, нет, 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 сложно, тяжело, лениво, страшно. И последний вариант, это вот перед самым концом, да, как вот на, да, есть эта цитата, семь раз праведник падает и встает. То есть, получается, что праведники, они не потому, что они не какие-то ангелы, что они не, у них нет провалов и сложностей. Их сила, она в том, что они все время поднимаются снова. Мне нравится эта фраза очень, не помню, где я слышал ее, проигрывай быстро. Вот это круто, да, проигрывай быстро, вставай быстро. Вот, да, и то, что Сара сказала, что люди часто либо не доходят, вот, один миллиметр до цели. Так, это я скипнул. Еще интересно, у кого-то спрашивали, да, как вы достигли успеха, он говорит, статистика. То есть, я прошел через сотни провалов, сотни неудачи. Ну, там у него спрашивали про бизнес, да. Если ты пробуешь все время очень много, как бы ты долбишь, 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 то по статистике, ну, просто по статистике, но в какой-то момент это должно произойти, должно проломиться, должно что-то получиться, должно что-то, как это называется, выгореть. И цитата Черчилля мне тоже нравится, что успех – это идти от неудачи к неудаче с неугасающим энтузиазмом. Очень оптимистичная. Вот, примерно так. Это было у нас из прошлых презентаций, но если кто-то помнит, что можно даже съесть велосипед. Один китаец поставил этот рекорд в книгу рекордов Гиннесса, он съел велосипед, как? Да, он его точил пилочкой по чуть-чуть в бутерброды себе по утрам. Блин, ну китайцы же не все едят, это, в принципе, неудивительно. То есть ты думаешь, это не чудо. Я понимаю, у тебя, да. Ну, в общем, немножко удивительно, в общем, как бы он съел велосипед все-таки железный, но смешно. Ну, в общем, то есть вот так вот упорством, упорством и еще раз упорством можно даже съесть велосипед, но, наверное, только если не китайцы. Это, знаешь, у нас следующий вирус начнется с того, что кто-то опять его попробует съесть, и что-то у нас там будет не так в нашем организме, и все. Может, реально, может, это все с того китайца началось, который велосипед съел. А, есть еще вот это интересное тоже, на ту же тему, да, ну, как бы идея, да, Алиса в стране чудес, что там ей червонная королева говорит, в моем королевстве нужно бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. Или, знаете, ну, это идея из Перкеа вот, что написано, что тот, кто не прибавляет... Мне кажется, тот, кто не прибавляет, что-то погибнет, что-то в таком стиле. Или, в общем, идея в том, что эта жизнь, знаете, она как эскалатор против тебя, который. То есть, чтобы преуспеть, тебе нужно постоянно идти вверх, постоянно преодолевать сопротивление. 10 тысяч часов, да, это я вам много раз уже рассказывал, что все, кто... Ну, я думаю, вы слышали это, что все, кто добились каких-то феноменальных успехов, там всякие Битлз любые, они сначала, перед тем, как стали какими-то мега известными, они проиграли по каким-то барам там и этим... По подвалам в Англии около 10 тысяч часов. В прорабе Акивы я как-то раз читал, там получается, что он учился в Яшиве около 100 тысяч часов, чтобы стать величайшим в истории. То есть, это вот упорство, при том, что был изначально там пастухом, который читать не умел. В общем, упорство и труд, все перетрут. Это идея Хануки, идея Победы и идея вот этого света, что мы добавляем еще свечку, еще свечку, еще свечку, и куда-то рванет. Ну, в смысле, в переносном смысле, то есть, свечки зажигать можете, это безопасно. Вот. Дальше. Итого, что мы получаем? У нас был вопрос, почему именно в эту военную... То есть, военная победа была еще... Но что отличает эту военную победу? То, что в нее было чудо со свечами, помимо этой военной победы. Так почему тогда вопрос именно в эту военную победу было чудо со свечками? Ответы такие, что это была суть этой войны, была война евреев и греков, как война тела и души, война supernatural, против natural, война духовного и материального, где греки олицетворяют природу. Чудеса бывают привычные и непривычные. И привычные они окружают нас везде и всегда нужно только увидеть. И одно из таких чудес, каким образом евреи и каким образом душа может победить, это телесное, постоянным настойчивым продолжением вот этой борьбы. То есть, накопительный эффект. То есть, чудо, которое Бог встроил в эту вселенную, вот этот молоточек стучит, 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 и там нету даже трещины, и ничего не получается, и человек отчаивается. Нужно просто продолжать бить, и когда-то это рассыпется. Вот это чудо, алгоритм, который Бог встроил. Так вот, вот эта война, да, эти маленькие евреи против мощных греков, и они хотели их убить, они хотели их уничтожить. А евреи на это отвечали очень странно, да, эти направляют на них пистолет, а эти, а мы будем, знаете, что в ответ, мы будем учить Тору, мы будем делать шабаты, будем делать обрезание, освещение новой луны, будем метро, лулав, сухо, значит, вот эти все вещи, которые для человека, для материалиста, это просто бред и дичь полная, да, и Тору будем учить тоже, очень помогает в жизни, значит, сидишь, книжку читаешь, но это прям путь к успеху, да, говорили греки. Они говорили, что вы можете в своей материальности, жестокости, в детерминизме своему тонуть, мы будем делать божественные супернэтчерл заповеди, и мы в этом не остановимся. Ну и как греки, наверное, реагировали, я думаю, что они просто угорали, что они просто ржали просто над евреями, ну то есть ты к человеку спистолет, ну представьте, ты приходишь к человеку вот так с базукой, вот так вот базук он у него направляешь, а он такой, сейчас подожди, и тфилин начинает наматывать, ну, ненормальный какой-то, нет, ну ненормальный. Они, евреи, говорили, что мы будем продолжать это, но в итоге где все эти греки, вот где-то там же, вот где эти мамонты, вот, а где мы? Мы, а мы вот тут, тут, значит, тут, тут, вот, вот мы спустя сколько? Спустя две тысячи лет. Вот, то есть духовность побеждает материальность, только если она будет очень стараться, и она тогда однозначно победит. Итак, почему именно эту военную победу сделали праздником? Из-за того, что там еще было чудо света. Почему тогда именно в то время было чудо света? Потому что война евреев и греков, она отражает всю суть вообще нашей истории, всю суть еврейского мировоззрения, всю суть еврейской борьбы со злым началом, с гравитацией, с телесным, со страстями. Это война с ограничением и ограниченностью. Евреи начинаются с того, что, как бы, с идеей, да, выходи из Египта, выходи из своего Египта. Преодолевай себя, становись выше, больше, лучше. Иди за своей душой, иди за зовом Всевышнего, становись лучше. И это чудо победы маленького света и маленькой группы евреев, чудо победы тихой божественной души. Это второй вид чуда, вот этот алгоритм накопительный. Это давайте мы скипнем, наверное. Почему? Ну, да, вот эти вторые два вопроса были дополнительные. И я ответил, как бы, на главное, почему именно тогда произошло это чудо. То есть это наша ханука, это наша война с natural. Если мы будем воевать снова и снова, мы обязательно победим. И если ты победишь свою природу в себе, свои ограничения, то ты победишь, как бы, Грецию, ну, или вот эту материальность, которая тебе мешает вообще. И свое вот это злое начало, свою природу мы можем победить, только если будем воевать до самого конца и постоянно настойчиво продолжать, продолжать, продолжать и никогда не останавливаться, зажигать своей душе все больше и больше света. Как также написано в Танахе, потому что свеча – это заповедь, и Тора – это свет. И самое главное в нашей жизни – это каждый день добавлять еще одну маленькую свечку. Итак, это ханука, война света, и наша задача в этой истории – сделать все больше и больше света. Это маленькая, тихая душа упорством так побеждает бесконечную тьму. Есть еще фраза красивая, что немного света разгоняет много тьмы. Это красиво. Я вам всем желаю счастливой хануки, зажигайте больше света и забирайте обязательно с собой вот эту идею про это чудо, которое Бог встроил в вашу жизнь, с помощью которого вы можете добиться очень многого и дать своей душе победить. Все, лихаем, свечки не зажигаем, не зажигаем, ну вы поняли, не забываем зажигать, не зажигаем, забываем. Все, зажигаем свечи, больше и больше свечей, и все. Я вам желаю хорошего настроения. Сейчас перерыв, и второе занятие дает Раб Элиэ. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Друзья, добрый вечер. Давайте в 8 часов.